Страна отмечает День радио. Подарок к дате получили все жители Самары. Накануне на башню городского телецентра установили систему архитектурной подсветки. Высотка превратилась в холст, где световыми красками теперь можно рисовать любые картины. Обновленная телебашня должна стать одним из символов областной столицы. Об огнях большого города, который видно на десятки километров в нашем материале. Несколько тысяч световых элементов, высота 180 метров, практически самая высокая точка Самары. Телебашня радиотелевизионного передающего центра буквально засверкала всей цветовой палитрой. Событие знаковое на открытии главы региона и города ветераны отрасли связи. Запуск подсветки приурочен ко дню радио, который отмечается 7 мая. Никаких сомнений нет, что мы получили новое украшение города. И знаете, башня когда-то стала уже символом города, символом передовых технологий, символом нового века, века телевидения или эпохи. А сегодня, кроме важнейшего функционала, который башня несет, она сегодня получила украшение. Украшение достойное ее славной истории, достойной памяти тех людей, которые создавали телевидение. Прожекторы у самой вершины. Они создают ровный заливной цвет. Светодиодные трубки выделяют контур, а 4,5 тысячи пиксельных гирлянд рисуют динамические сцены по всей высоте башни. Это невыбразимо. Я вот не ожидал этого. Я знал, что будут какие-то приготовления к чемпионату, но что такое будет украшение, я не предполагал. Это здорово, конечно, и необыкновенно. Ночью с самолета главную телебашню Самары теперь видно на десятки километров. Значение ее для региона огромное. Сигнал башни охватывает почти полтора миллиона человек. Отсюда вещают два мультиплекса, 11 аналоговых и 10 радиоканалов. Дальше открываются очень такие широкие перспективы, широкие горизонты, потому что в каких-то регионах говорят о третьем мультиплексе. Да, и, собственно говоря, даже то оборудование, те возможности, которые сейчас мы имеем, они не использованы на сто процентов. Поэтому я думаю, что впереди будущее еще большое. Систему архитектурной подсветки устанавливают на телебашне во всех городах, принимающих чемпионат мира по футболу. Самара стала шестой по счету. Всего турнир примут 11 мегаполисов. Руслан Шарипов, Сергей Павлов. Новости губернии.